15 марта. Тот самый бар на Блюхера 63. Отмечаем день рождения бара. Под лучшие хиты сектора газа. Исполняет группа Пегас. Потратил 210 тысяч рублей на сауну и выпивку 19-летний Роман из Кирова. Парень решил подработать якобы социальным работником, помогал 85-летней пенсионерке по дому. И все шло как надо, но однажды Рома нашел в квартире потерпевшей тайник с деньгами и соблазнился. За что оказался в полиции? За кражу денег. 210 тысяч. На что деньги тратил? На выпивку и сауну. С друзьями, да. После соблазна и радости пьяных вечеринок в сауне пришло горькое раскаяние в краже. Рома признал свою вину. Ему стало стыдно, ведь сначала он делал доброе дело. Помогал 85-летней женщине. В апреле она сказала, что она, ну как, пообратилась к мне, что она за уходом. Вот я стал мусор выносить в магазин с ней ходить гулять. По словам задержанного, тайник с деньгами пенсионерки он нашел случайно на кухне под подоконником. Я зашел на кухню, носки забрал из подоконника. Там доска стояла, я носки беру, доска упала, ну как наклонилась на меня, я увидел конверт белый. Взял, там были пятитысячные купюры. Сначала Рома взял 30 тысяч, затем еще 20. В итоге вычислить преступника для полиции было просто. Никто, кроме Романа, в квартире потерпевшей не был. Около двух месяцев назад он узнал о тайнике с деньгами данной пенсионерки, откуда брал по 20-30 тысяч рублей и тратил их на мелкие расходы, на спиртное, одежду и так далее. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом В, частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, кража с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и наградающем поведении. Сейчас Роману грозит до пяти лет тюрьмы. Впрочем, в суде молодому человеку вряд ли дадут реальный срок лишения свободы, ведь он ранее не судим. Также не исключено, что еще до суда Роман возместит ущерб. Михаил Вагин, место происшествия.